Любанская наступательная операция. В ночь на 25 января 1942-го. Вторая ударная армия пробивает немецкую оборону у небольшой деревни Мясной Бор. Позже это место назовут Долиной Смерти. Кур сдержали на блокированный Ленинград. Каждую сотню метров проходили медленно, практически на пределе своих возможностей. Из воспоминаний глубокий снег и незамерзающие болота под ним. В результате уже в мае вторая армия оказалась в западне. Продовольствия не хватало. Шансов на спасение войск оставалось немного. Решающий прорыв произошел 24 июня, а уже на следующий день генерал Власов отдал приказ спасаться самостоятельно. Операция провалилась. Дело в том, что генерал Власов попал в плен к немцам, где изменил присяги, пришел на сторону врага, возглавил армию предателей. И даже называли Власовцы. Он был изменник. После войны он был арестован и казнен за предательство. Из 140 тысяч в живых осталось всего несколько тысяч бойцов. Из-за предательства Власова всю вторую армию де-факто признали изменниками Родины. Искать после войны погибших попросту не стали. А на месте их гибели выросли леса. Сейчас поисковые отряды продолжают возвращать домой пропавших без вести из долины смерти. Об этом Владимир рассказывает школьникам накануне Дня памяти и скорби. Вспоминает, как в прошлом году в Мясном Бару подняли останки и нашего земляка, уроженца Южского района Павла Бирюкова. Сначала будет презентация по посещенной поисковой работе. Ребята узнают конкретные какие-то хитрости поисковой работы, как происходит поиск солдат, как можно узнать имя погибших героев. Затем они увидят здесь экспонаты, найденные на месте боев в ходе экспедиции. Узнают какие-то тайные истории Великой Отечественной войны. Дети слушают, затаив дыхание, ведь Владимир и сам активный участник отряда «Эхо». Показывает фотографии местности. Говорит, работа сложная, не столько физически, сколько морально. Когда слышишь тот самый звук металлоискателя, сразу становится радостно и страшно. Лучший трофей – солдатский медальон, маленькая капсула с небольшим листочком внутри. Туда боец вписывал свое имя, звание и место рождения. Только вот заполняли их далеко не все. Примета такая – впишешь, придет смерть. Самое необычное, я посмотрел на вещи найденные, ну вот опять же, времен Второй мировой войны. Чувство радости и гордость за наших солдат, которые отдали жизни ради победы. Такая встреча – это лишь одно из мероприятий, активных каникул. Денис Воробьев, Дмитрий Добыш, телекомпания Барс.